Ассаламу алейкум, дорогие братья, дорогие сестры! Продолжаем чтение описания Кабарды, написанное Швецовым, архивный документ 1827 года. Зачитаю текст. В реку Терек, ниже Екатериноградской станицы, в одной с половиной версты. Девятнадцатый подкумок, в двадцати пяти верстах от Малки. Двадцатый кумов, в пятнадцати верстах от подкумкой соединяется с ними, он ниже города Георгиевска. Все сии вышенаписанные реки, некоторые имеют источники из снежных гор, а некоторые из светнего низкого хребта, течением своим образовали ущелье, по которым до 1822 года размещались жительством в аулах или юртах кабардинцы. Плоскостью же выше к реке Кумы и от подошвы горы до Малки пользовались для разведения скотоводства. В часть запахивали под посевы проса. Из муки иного онного приготовляют пищу хлеб. Хлеб, прочего хлебного прайс растения у них по сей время не водится и не имеют, к тому же охоты. Белые пшеницы хлеб едят, если случится, а черного ржаного не терпят. Главный промысел состоит в скотоводстве. Со временем переселения их из гор на плоскость за цепь кордонного весьма редкие позаимствовали от русских разведением огородах овощей. Народ и в то же время привержен к своим прежним местам и неоднократно настаивал просьбами у главного начальства о дозволении переселиться. Текст окончен. Хочу дать пояснение данному тексту. Некоторые историки утверждают, что был якобы вольный аул. Это 1827 год. Ни слова про вольного аула нет. Также некоторый историк утверждает, что какой-то кабардинец мог пасти овец, скот на каких-то лугах под Эльбрусом. С 1822 года кабардинцы не имели права выходить за пределы плоскогорья. Они жили до этого тоже в предгорной местности. Не в самой горной местности. Горная местность, Эльбрус, при Эльбрусе, это все была Карачао-Балкарская территория. То есть данная страница, данный текст говорит о том, что в 1822 году уже кабардинцы жили в плоскогорья. И никто не мог пасти ни овец, ни скот под Эльбрусом. Это первый момент. И второй момент, что текст написан в 1827 году. Ни одного слова упоминания про вольный аул не существует. Потому что вольного аула тогда не было. Это за год, за полтора до восхождения на Эльбрус. И фамилии Хашировых тоже не было. Это тоже мы докажем. И фамилии Хашировых тоже не было.